Добрый день, дамы и господа! Это доктор Никита Харлов и я приветствую вас во второй части подкаста с Константином Монастырским. Для того, чтобы получить максимальную пользу от прослушивания нашего подкаста, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть первую часть, а также выпуски с ответами Константина Монастырского на присланные вами вопросы. Ссылки на все эти выпуски можно найти в описании к видео, а также в закрепленном комментарии. Мы желаем вам приятного и, самое главное, полезного прослушивания. Тогда такой вот момент еще по поводу воспалительных заболеваний. И дойдем сейчас до самого пугающего людей момента – это рак. То есть рак прямой кишки, рак толстого кишечника. И опять-таки вот тот учебник, который у меня сейчас открыт, тут написано «Риск рака толстого кишечника может быть уменьшен с помощью употребления диеты с высоким состоянием». Содержанием клетчатки. То есть цельные злаки, фрукты и овощи. И еще дается 8 механизмов, по которым это происходит. Очень часто люди бросаются вот так вот этим аргументом, что «А как же вы пропагандируете меньше клетчатки есть, а что больше мяса что ли есть с жиром?» Так у мясоедов рак встречается чаще, разве вы не знали? Давайте разберемся. Давайте. Каков патогенез у раковых опухолей слизистой желудка кишечника ротовой области? Какие основные причины? Во-первых, повреждения. Повреждения слизистой, абсолютно верно. Второе – воспаление слизистой. Да. Третье – аутоиммунные заболевания типа колита. Значит, если мы пришли к выводу, что пищевая клетчатка является одним из основных факторов из-за ее механического, химического и бактериологического ферментации действий, воспаления слизистой толстого кишечника, она механически воздействует на слизистую. Она химически воздействует за счет ферментации. Там, где возникает воспаление слизистой, сразу же появляются аутоиммунные заболевания на любой компонент даже здоровой пищи. И если мы знаем прекрасно, что негенетические раковые заболевания органов с открытой слизистой – это воспалители и раздражители, каким образом клетчатка может эти заболевания предупредить? Нет. К сожалению, клетчатка является одной из основных причин негенетических раковых заболеваний толстого кишечника. Одной из основных. Не основной, но одной из основных причин. Я в моей книге привожу такую вещь, такой пример, что у людей с язвенным колитом, с болезнью крона, вероятность возникновения рака толстого кишечника увеличивается в 30 раз. Значит, что такое язвенный колит и болезнь крона? Это следствие воспалительных заболеваний толстого кишечника. Мы с вами обсуждали в начале передачи, что может вызвать воспалительное заболевание толстого кишечника. Это пищевая инфекция, это бактериальная инфекция типа C-difficile, это ферментация и брожение клетчатки, потому что образовываются спирты и кислоты, и механическое воздействие на слизи. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что у человека, который на протяжении всей жизни были хронические запоры, у него более высокая степень возникновения рака толстого кишечника, значит, он при использовании клетчатки, мы его избавим от этих запоров, и таким образом мы можем предупредить раковое заболевание. Но это дедуктивная логика. Она не имеет никакого отношения к реальности, потому что да, вне всякого сомнения, любой механический компонент, как и любой фармацевтический агент, он может спровоцировать перистальтику толстого кишечника, он может и благодаря, из-за раздражения толстого кишечника, перистальтика толстого кишечника на какой-то момент, на какое-то время, на какой-то срок, позволит уменьшить глубину трудность протекания болезни. Как мы знаем, с лекарствами, человек начинает принимать обезболивающие, у него появляются хронические боли в позвоночнике, он начинает принимать аспирин или какие-то еще русские лекарства, анальгин. И у него вначале вроде бы боли снимают, потом проходит месяц-другой, у организма происходит адаптация к этим препаратам, и он увеличивает дозу. Потом происходит еще месяц-другой, он еще больше увеличивает дозу. Потом у него из-за увеличения доз этих лекарств начинается от них побочное явление, например, кровотечение от аспирина, появляются проблемы с печенью, и тогда он приходит к плечу, врач говорит, ну да, аспирин вам уже нельзя, вам это нельзя, давайте я вам выпишу опиоидный препарат. Он начинает принимать мощный наркотик. Да, к нему тоже происходит адаптация, он повышает дозы, но он уже утром у него нет энергии работать в машине, он угроза себе и окружающим, потому что он попадает все время в аварии, потому что он засыпает за рулем и так далее. Вот таким образом идет лечение. То же самое происходит с клетчаткой. Вначале она действительно может помочь избавиться от запора, потому что она начинает за счет механического воздействия на толстый кишечник стимулировать перистальтику. Но потом происходит адаптация организма, причем с двух сторон. С одной стороны, мы уже говорили, уменьшается сечение анального канала за счет увеличения геморроидальных узлов и за счет увеличения напряжения сфинктера. А с другой стороны, увеличивается объем стула настолько, что уже вообще прекращается его эвакуация. Вот, собственно, что происходит. Поэтому, каким образом, когда вот такую аналогию делают, дедуктивной, очень простой логикой, очевидной логикой, как это дети, так, у ребенка, да, вот когда ребенку три года, и вы с ним играете в прятки, четыре-пять лет, он когда закрывает глаза своей рукой, он считает, что вас уже никто не видит, что он спрятался. Потому что он никого не видит, значит, его никто не видит. Вот, собственно, это тот же самый принцип, который положен в основу вот этих теорий того, что клетчатка предупреждает рак толстого кишечника. Наоборот, она его усугубляет вероятность. И если вы посмотрите на статистику, сегодня уже везде пишут, трагедия. У нас в стране вдруг рак толстого кишечника появился у 20-летних. У 25-летних, у 30-летних этого никогда не было. Рак толстого кишечника – это было заболевание людей старше 60 лет. А сегодня геморрой у 7-летних, IBS практически у всех. То есть сегодня это национальная трагедия, этого никогда не было раньше. Вот вам и результат. А результат того, что когда я закрыл глаза рукой, меня никто не видит. Да, раз это системно происходит, может быть, это стоит посмотреть как процесс естественного отбора, эволюционный стресс, может быть, и выживут те, кто… Два поколения мало для этого, Никита, чтобы произошел этот отбор, чтобы у нас толстые кишечники стали как чугунная труба, но это, наверное, нужно еще пару тысяч поколений. Да, ну либо мы превратимся в жвачных и тоже… Абсолютно верно, мы превратимся в жвачных. Они приводят еще кучу механизмов, которые они подводят под эту идею. Начните читать мне эти механизмы, давайте прокомментируем. Самое интересное, что клетчатка, которая всасывает первичные желчные кислоты, оказывает защищающий эффект, уменьшая их свободную концентрацию и способность к конверсии в более патогенные, в скобках карциногенные, вторичные желчные кислоты. Чушь собачья. Откройте учебник по биохимии организма. Там написано, желчь выделяется печенью через желчный пузырь, 12-перстную кишку и тонкий кишечник для ферментации жиров. После ферментации жиров пищеварительных вся практически жерчь полностью возвращается в кровяное русло, в организм и происходит ее рециркуляция. Желчь – это физиологические… Желчные кислоты – это компоненты, которые образовываются печенью. Каким образом наша печень эволюционно может образовывать компоненты, которые атакуют наш организм и которые становятся канцерогенами? Не может. Это первое. Второе. Если вы на минуточку предполагаете, что пищевая клетчатка может их всосать, эти желчные кислоты, возьмите туалетную бумагу, опустите ее в раствор желчи, потом проанализируйте ее в газовой хроматографии, и вы увидите, что там только останется вода и пигменты. Там нет ни одной желчной кислоты, потому что жиры несовместимы с бумагой, они не всасываются в бумагу, в целлюлозу. Поэтому вот вам два аргумента. Этот аргумент, который вы прочитали, это полный бред. Он не имеет никакого отношения ни к химии, ни к физиологии, ни к чему. Это просто кто-то узнает эти мудрые слова, люди их не анализируют, и поэтому они потом повторяют это, попадают в учебники по медицине. Я хоть что-то сказал неправильно? Мне вообще тут не всем спорить, я просто вам читаю один из учебников. Вы врач, вы это изучали совсем недавно, вы молодой врач. Откройте любой учебник, поэтому это чистый маразм. Следующий аргумент, какой они приводят. Так, а дальше они все подводят под то, что клетчатка, получается, предохраняет кишечник как раз-таки от воздействия кислот. Она их всасывает. Как? Как она может их всосать? Ну, в смысле, в стул, в стул. Плетчатка не может всосать кислоту, плетчатка – это цивиллоза. Если вы опустите в раствор софсерной кислоты или соляной кислоты кусок бумаги, что произойдет? Это бумага рассосется, она сгорит в этой кислоте, кислота ее окисляет. Таким же образом бумага может всосать в себя кислоту. Это же самое, настолько это элементарно. Ну, видите, было бы желание подвести все под идею, а там найдутся аргументы. Вот так они это и делают. Это дедуктивная логика. Это вроде кажется серьезной, потому что ты когда открываешь серьезный учебник, ты это читаешь, ты даже это не ставишь под сомнение. Но в реальности это абсолютный маразм. Следующий аргумент какой они приводят? Бутирикэйсид, я сам по-русски не очень… Масляная кислота, масляная кислота, да-да-да. Может заменять пролиферацию, то есть размножение и дифференцирование. Пролиференциацию клеток рака толстого кишечника. Видимо, она образуется из ферментации как раз-таки клетчатки. И так она защищает. Это вот один из механизмов. Так, это уже на уровне биохимии, то есть здесь нет простого объяснения. Поэтому, когда у меня люди приводят такой аргумент, я им все время говорю, ребята, еще раз посмотрите на статистику возникновения рака. Я в книге моей привожу статьи по разным странам и разным культурам, и разным диетам проценты раковых заболеваний толстого кишечника и других пищеварительных органов. И статистика подсказывает, статистика мировой организации здоровья, что в странах, где низкоуглеводная диета и диета с низким содержанием клетчатки, процент раковых заболеваний толстого кишечника и других пищеварительных органов, и таких заболеваний, как калит, как геморрой, как дивертикулез, как язвенный калит, как то, что называют inflammatory bowel disease, воспалительные заболевания толстого кишечника, намного ниже, чем в тех странах, где высокое содержание клетчатки. Я просто хочу сказать, что аргументировать уже, когда уже идет аргумент на уровне биохимии и клеточного метаболизма, это уже невозможно. Там вот такие вещи тривиальные, как клетчатка всасывает кислоту, а тем более там желчную кислоту, это очень легко. Такой аргумент опровергнут. Но это уже более далеко зашедший аргумент, а я не знаю, откуда они его берут. Помните теорию холестерина, да, откуда она возникла? Русский ученый в Америке, в США, брал кролей и кормил их холестерином, и они умирали от заболеваний сердца и сосудов. Вообще, вы когда-нибудь слышали о кролике, который бы питался пищей, в которой есть холестерин? Это вообще не их диета. Абсолютно верно. Поэтому если кому-то давать какой-то яд, и он от этого умирает, потом ты делаешь вывод. Кролик умирал от того, что он ел холестерин. Ну да, если меня, вот у меня в книге на русском языке, если корову кормить мясом, она сдохнет, а если человека кормить соломой, он сначала спухнет, а потом сдохнет. Это с той же оперы. Поэтому Кричевицкий это написал, он был вроде бы ученый. В 50-е годы раскручивалась продажа маргарина, которую мы на сегодняшний день знаем, что это безумно токсичный продукт питания, потому что он содержит трансжиры, которые известны, канцерогены. Тогда их интересовало раскрутить маргарин. Они нашли любого афериста, который был готов поставить свое имя на вот эту бредовую теорию. Тогда было в США только три канала телевидения, три популярных журнала. Они проплатили рекламу и проплатили статьи, которые написали на эту статью. И вся страна стала жрать маргарин. Он вроде бы был жирный, вроде бы был дешевле, не требовал холодильника. И все стали бояться холестерина. И когда людям говоришь, ну посмотрите в учебнике по медицине, написано везде, что все клетки человеческого организма имеют оболочку из холестерина. Самое большое содержание холестерина в головном мозге. Что в холестериновых бляшках, это такое название абсурдное, потому что там еще больше мертвых клеток, белков и минералов, в этих бляшках, чем холестерина. Потому что холестерин образовывается нашей собственной печенью. Потому что пищевой холестерин не усваивается в организме. Потому что люди на низкохолестериновой диете, у них еще больше повышается уровень внутреннего эндогенового холестерина. Но и все это пошло оттуда, от того, что кроли сдыхали от того, что их кормили холестерином. Конечно, они будут сдыхать. Кроли никогда не ели ничего подобного, тем более холестерина. Кроли питаются исключительно травой и соломой. В холестерине не было ни травы, ни соломы, ни витаминов, ни минералов, ничего. А кроли клюют, едят травку свежую. Они были рождены, чтобы так питаться. Но мы не были рождены, чтобы ползать по земле. Представляете, вы возьмете сейчас новорожденного ребенка, выпустите его в поле и скажите, жуй травку. И что, этот ребенок через две недели, через неделю он умрет? Он будет орать и умрет. И вас посадят в тюрьму. Поэтому мы не делаем это с нашими детьми. Мы не делаем это с собой. Мы детей кормим грудью или в худшем случае формулой. Мне задают все вопросы. Человеку абсолютно критична клетчатка. Я говорю, посмотрите на новорожденного ребенка. Без клетчатки нет стула. Новорожденный ребенок ест исключительно молоко. Два года. У него абсолютно идентичные с вами пищеварительные органы. Молоко грудное – это вода, 5-6% белка, 89% жира. Небольшое количество лактозы, молочного сахара. Ребенок находится на классической низкоуглеводной диете. И каким-то образом он растет, он развивается, у него вырастают зубы, у него вырастают волосы. Он превращается из маленького, незащищенного, малюсенького человечка, он превращается в человека. У него появляется слух, у него появляется прекрасное зрение, у него появляется речь. И все это на низкоуглеводной диете. И у него все время нормальный стул. Два, три, четыре раза в день. И у него нет мышц развитых. Каким образом у вашего новорожденного ребенка идет стул, если у него еще нет мышц развитых в брюшине? он не может тужиться по определению услышьте это все известно это надо только задуматься и поэтому у нас происходит коллективный процесс самоубийства в нас сша у вас в россии и первые же жертвы этого процесса я знаю кучу врачей гастроэнтерологов у которых дети страдают от запоров и когда я им говорю но почитает и мой сайт у них в глазах появляется туман а необыкновенное раздражение и они идут домой и говорят же нет не слушай этого полудурка да и еще больше клетчатки своим собственным детям своим собственным внукам своим собственным женам это национальная трагедия это мировая трагедия к сожалению мне это действует на мою нервную систему потому что мне жалко людей мне жалко детей я ничего по этому поводу не могу сделать я свою работу сделал 15 лет назад те кому надо воспользоваться воспользовались на мой сайт заходит сейчас немножко меньше потому что google убил трафик на мой сайт раньше заходила два с половиной три миллиона человек в год по 250 по 300 еще год потом google застал жадный перестал всем сайтом медицинским давать трафик вообще только присылает мне рекламу и говорит покупаю нас рекламу за 34 доллара клик мы тебе будем давать вот вернемся к нашим мирским так сказать делам нашим бараном да вот но эти исследования на кроликах это прекрасное исследование считаю но для кроликов они нас учат тому что не надо кормить тех кому не положено это есть вот этой пищей и вот возвращаясь к этому вот аргумент который он привел биохимический я примерно понимаю они они не приводят здесь ссылки конкретно я примерно понимаю из какого типа исследования они берут то есть это что-то типа они берут культуру раковых клеток и туда вводят это масляную и смотрим на это то есть это не в живом даже это не даже не животная модель это даже не в человеке тем более то есть это механистическое что-то и они это проецирует вот в научное здание и как я уже сказал не тут приводят вот 8 механизмов вот первый я вам назвал это вот соли желчные кислоты якобы они какие-то карциногены и потом они раскручивают эту тему как клетчатка вот как я вам сказал в разных моментах это вот может снизить их вредное действие и то есть по сути у них один механизм вот из-за вот этих желчных кислот но еще один приведу то есть что клетчатка делает сокращенное время этого фекального транзита уменьшает время на протяжении которого токсины вот эти могут быть синтезированы и иметь контакт с толстой кишкой полностью наоборот во-первых начнем с того что фекальные массы они не токсичны они стерильны и не токсичны для организма человека если бы они были токсичны для организма человека человек был умирала своих собственных фекальных ма второе когда мы даем здоровому человеку абсолютно слабительно вот если взять абсолютно здоровую девушку 24 года сказать там маша мы с тобой хотим провести эксперимент мы дадим тебе сейчас 30 грамм пищевой клетчатки с пятью стаканами воды и чтобы проследить как быстро эта клетчатка выйдет твоего организма мы туда добавим пару дробинок которые мы рентгеном можем видеть их транзит через твой организм и мы тебе за это там заплатим там 5000 рублей или там 10 тысяч рублей вода его чтобы у нас была возможность исследовать и не возражаешь маш маша крит я не возражаю но маша прежде чем мы начнем мы хотим тебе задать вопрос скажи пожалуйста как часто у тебя бывает стук как что как что ты ешь маша скажет ну я как что я им обычную русскую диету я просыпаюсь утром съедаю там выпивая чашку кофе с куском хлеба с маслом днем я перекуда на на ланч я съедаю яичницу с беконом потом я прихожу домой мама меня кормит обедом обычный русский обед борщ жареная картошка с мясом и потом я съедаю это мороженое или сладкое тортик и так далее а как часто маша у тебя стул ну а нога и в основном у меня стул по утрам но если я много поем у меня и когда я никуда не тороплюсь у меня и вечером стул два раза какие-то проблемы есть нет а боли есть нет а ты тужишься нет а ну классно маша вот и для нас идеальный если придет варя и варя скажешь что у нее запора они ее сразу же отбрасываются этого исследования не горят но но не у тебя уже проблемы это будет не объективно вот они набирают таких 100 маш платят им там какие-то бабки или даже не платят маши девочки сознательные комсомолки добровольцы они маши прежде чем дать ей вот эту дробь с клетчаткой они дают ядро без клетчатки и у нее примерно физиологический транзит фазы пищеварения идет примерно так пищеварения в желудке в зависимости от композиции пищи там от не пищеварение процесс переход пищи до пищеварению желудке зависимости от композиции пищи от двух до восьми часов если это вода 5 10 минут если это углеводная пища полтора два часа если это желуковая пища потому что белки должны перевариться в желудке это 6 до 8 часов в тонком кишечнике проход через тонкий кишечник это орган такой закрученный там за счет перистальтиbridget все это идет очень медленно потому что это все должно ферментироваться усвоиться в зависимости от возраста и композиции пищи вот там 12 до 14 часов а это уже примерно там по максимум 20 часов и потом уже полностью переваренная пища попадает толстый кишечник попадает слепую кишку это первый отдел толстого кишечника она в жидкой форме и начинается отсасывание этой воды и за счет перистальтики перемещение вот этой жидкой массы это медленно поднимается вверх по восходящему первое колено толстого кишечника восходящий до продолжается усвоение этой воды и потом она уже стул немножко твердеет попадает в обводную кишку находится там достаточно долго и потом попадает в нисходящую кишку а там уже происходит полный отсос воды уже формирую сформированный стул и потом он уже попадает в сигмовидную кишку и уже сигмовидной кишки уже начинается эвакуация стула примерно вот эта доза стула которая выходит при каждом стуле это примерно вот частичный объем нисходящей чести кишки и полный объем сигмовидной а в ректальном кувшине никогда стула вообще нету не должно быть у здорового человека только у больных и вот этот процесс зависимости опять же от композиции пищи от возраста человека состояние здоровья занимает до от 12 до 24 часов абсолютно нормальный организм то есть кругом бегом мы можем сказать что зависимость от композиции пищи процесс прохода пищи через от стола до стула то есть от того как вы съели эту пищу когда упала унитаз занимает от 24 до 36 часов быстрее всего вегетарианцев потому что у них белковой пищи нет она тяжелая дольше всего у мясников людей которые на кето диете на палео и так далее они это прекрасно знают они дали этой машете дробинки она проглотила их с водой у нее каждый раз когда у нее стул у нее берут этот стул его подставляет под рентген смотрят рентгеном и находит оказывается что когда мы счету маши примерно не говорят у маши стул продвигался от от стола до стула ушло 36 часов потом не дают большую гигантскую дозу слабительного то есть клетчатка это слабительная за счет ее очень сильной реакции на тонкий кишечник особенно которых не не привык и у нее это проходит 24 часа они говорят о полный звездец посмотрите что произошло увеличился транзис такой скоростью а если он с такой скоростью значит все токсины он вывел по существу не существует здоровом организме вот откуда взялась абсолютная подтасовка абсолютно сознательно сделан чтобы доказать свою теорию поэтому когда вы как вы правильно сказали что они эти кислоты добавляют культуру раковых клеток то есть это называется термин x вы его то есть за пределами организма но то что происходит в организме in vitro это совершенно другой процесс чтобы люди не поняли наши вот выпуск именно что клетчатку совсем прям даже грамм нельзя есть иначе разорвет нас пополам надо на обсудить момент сколько может наш кишечник вынести вот естественной клетчатки не добавленной там вот этой туалетной бумаги или добавок и так далее а вот нормальной пищи которая имеет клетчатку то есть это киньте овощи там фрукты и тому подобное то есть какой-то предел понятный имеется таки я сам ем углеводы я сам получаю какое-то количество клетчатки и я вот сейчас скопирую с моего сайта начало 1 абзац первой главы моей книги если вы потребляете небольшое количество клетчатки из натуральной необработанной пищи в этом нет ничего плохого потому что а небольшое количество натуральной клетчатки которая вас нам растворима не будет мешать вашему кишечнику или вызывает понос б большинство этой клетчатки будет ферментироваться в толстой кишке и c остальная часть не будет увеличивать объем стула делать его более высоким или наносить какой-то грубый ущерб но это не то что большинство американцев делают или должны делать дальше я привожу таблицу и в этой таблице написано рекомендуемые дозы употребления клетчатки в день человеку и вот дальше я даю комментарий всему этому конечно же ничего страшного нет с клетчаткой то есть люди едят смешанную диету но смешанные диете по определению много клетчатки не бывает но кретчатки дети бывают только тогда когда люди начинают или специфически навевать себя клетчаткой или специфически вот они эти смузи употребляют до берут там то что раньше были соковыжимающих соковыжималки раньше были да как они работали вы опускали в нее морковку вся эта смыч жмыха как называется да да я понял душных жмых оставалось выплевывалась а сок вы выпивали а сейчас когда вы приходите в магазин где вам это смузи делают они берут эту морковку в блендере и обрабатывают и дают вам и сок и содержимое осталось но уже в легкоусваиваемой форме поэтому очень быстро набиваете организм причем из-за этого вот происходит именно эта проблема потому что люди стали сознательно методически употреблять большое количество процессированной клетчатки из каш из хлеба в которые специально добавляет из круп которые специально добавляют или из напитков которые специально с этим делаются и они увеличили если вы употребляете исключить натуральную пищу и вы не пережираете то есть у вас нормально и сбалансированная диета в день вы можете съесть 10 15 грамм клетчатки 0 проблем проблема начинается когда где это становятся 20 грамм 30 грамм 40 грамм и более и вот тогда начинается это трагедия которой мы сегодня говорили поэтому в моей работе нигде не при каких обстоятельствах никогда не идет речь что вам надо что-то радикально менять что-то такое специфическое делать что она опасна что нельзя есть вообще углеводы это чушь собачья ешьте на здоровье ваши фрукты если на здоровье ваши овощи снимайте шкурки только выбирайте его то есть не если раньше когда мама мне давала я был ребенка мама мне давала яблоко мама вынимала из него семечки шкарлупу и снимала шкурку я спрашивал мама почему она говорила ну ты понимаешь костенька если я вот это все есть у тебя может возникнуть аппетит а сегодня что происходит ребенку дают яблоко как она есть жри ванечка окей и ребенку картошку делаются шкарлупой потому что везде написано что шкарлупа у картошки самые цены если раньше ели исключительно белый рис сегодня гоняя белый рис плохо надо есть неочищенный рис почему потому что в нем больше клетчатки ну и вот пошли по пошло поехало и поэтому раньше ели какой-то раньше самый ценный самый дорогой был хлеб белый серый хлеб ели только крестьяне дешевый по 7 копеек не костенька купить костенька пойди магазин купи хлеба 22 по 22 копейки вам почему он белый он чисто там нем ничего лишнего нету не тут так как это называется нет клетчатки нет ребухи вот понимаете все перевернулась потому что поэтому и поэтому раньше который хлеб продавали по семь копеек сегодня он по 70 который по 22 и вообще не едят потому что он вред психоз это психоз это понимаете да просто абсолютно патолог сошли все с ума да люди начинают все промывать мозги потом происходит механизм самопромывания и потом накончаем тем что мы имеем да я узнаю себя в прошлом представляю сколько я съел клетчатки прошлом как будто уверен веря и что это правильно я не знаю как я оказался сейчас в этой ситуации я не верю уже в клетчатку я помню что да перед тем как у меня удалили аппендицит я но признаться я ел даже этот виноград с косточками вот эти косточки они набились вас ваш аппендикс аппендикс для тех кто не знает это придаток в слепой кишке функция которого считается что он имеет очень важное монологическое действие там в нем хранится микрофлора это микрофлора по существу как бы инкубирует содержимое пищи которая попадает в слепую кишку и к сожалению когда в слепой кишке который только ожидает жидкость вдруг появляется очень много и переваривая пищи она потом попадает случайно в аппендикс там происходит ее ферментация и соответственно появляются эти кислоты и газы и это приводит к воспалению этого органа и когда он воспаляется появляются очень сильные резкие боли и как правило приходится его удалять или как минимум лечить антибиотиками и особенно уязвимы дети когда врачи удаляют аппендицит как правило у особенного детей они там находят косточки семечки все что не переварилось выпало в толстокишечник вот только сейчас я это осознаю сколько было съедено и я все с косточками ел где мне было лень у тебя был глупый тупой ленивый и даже даже вишню с косточками и арбузы с косточками это я представляю какой токсичность получил от этого всего ужас я когда был маленький мне не разрешали семечки почему я не могу семечки потому что ты можешь кругу проглотить то есть они знали тогда когда не было медицины как сегодня сегодня ребенок крупном городе у него аппендицит начало привезли в больницу в бам-бам его сделали операцию а те годы такая операция больниц было мало хирургов было мало то есть дети умирали направо-налево это пеницы это потому что дикие боли не было врачей или не было лечения это особенно в деревнях поэтому там религиозно детям такую пищу не давали сегодня в италии во франции по-прежнему детям помидоры с помидоров шкурку снимают чтобы переделать дети помидоры дать и взрослым тоже между прочим я теперь то виталий не стучит на очищенные помидоры ведь виталий не едят помидоры со шкуркой потому что они знают что они опасны потому что они могут вызывать проблемы с желудками кишечника а что такое папку шкул помидорка на шкурами целлюлоза плечатка ну я тебе тоже все очищаю конечно же всем об этом говорю и люди так думают а чё чё ты говоришь такое возможно если меня тоже не объявят сейчас уже не объявят сейчас терпимость к альтернативным точкам зрения стала очень высокая люди видят проблемы люди понимают это вы лисенсированный врач дипломированный врач по-русски если вы это будете делать интеллигентно без эмоций не не навязать объяснять не навязывать свою точку не объяснять как я вот это объяснил на красивом чистом русском языке и красивый славянский мужчина вам карты в руки я мне уже я уже не русский на счете перек поэтому меня не поймут тоже напоследок тогда я думаю с вами может быть затронем популярные сейчас популярные диетические подходы мы уже сегодня упоминали по-моему кето диету и это как одна из разновидностей низкоуглеводной диеты как вы относитесь к именно вот к тому что сейчас какие-то диетам она растет очевидно по всему миру и народ ее как сказать принимает как на пожизненное использование и в принципе она имеет много положительных отзывов как по вам этот где-то диета это то же самое что диета откинса ничего нового в этом нет до диета откинса была диета бантинга это существует уже описано на протяжении последних 150 лет доктор адкинс его книга была плагиатом книги это был такой доктор скачет у меня фамилия головы придет вспомним то доктор тоже написал это по другим книгам ничего нового нет до диеты а после была диета откинса потом было так называемый south beach дает потом было полео полет палеолитический человек ел то есть когда не было никакой кретчатки на ел только мясо и вот пакет это то же самое диета которая приводит к состоянию которое называется кетоз кетоз это на самом деле состояние которое правильно называть липолиз никита за липолиз это образование в организме образовываются так называемые кетоны химические компоненты которые находят дыхание при анализе там крови и поэтому доктор адкинс когда он он говорил у вас если вы перейдете полностью на безуглеводную диету вас в организме будут кетоны образовываться он это назвал он не знал что есть такой термин липолиз там две вещи происходят глюкониогенез образование глюкозы из белков и липолиз образование энергии не глюкозы а энергии из жиров энергия там очень много так называемых по-английски passways каналов по которым дорожек тропинок которым образуется энергия для головного мозга для клеток и для других органов поэтому человек может в принципе долгое время находиться на диете вообще без углеводов у него при адекватном количестве в диете белков и жиров у него будут образовываться все необходимые ему энергетический ресурс клеткам головного мозгу для метаболизма энергетического для структурного метаболизма и так далее но только радкан всего этого не знал потому что книгу он списал он очень неграмотный человек и он к учебникам врачи в сша и тогда и сегодня они не возвращаются к этим учебником по биохимии потому что они такие гордые собой своими знаниями они просто вот где-то хватает на лету информации просто и повторя не все есть исключение понятно я никогда не вообще то есть игру большинство каждый раз когда я говорю врачи я имею ввиду большинство врачей то есть рядовые врачи не ученые ученые всегда к этому возвращается он был абсолютно рядовым врачом кардиолога он начался до всего с того что он нашел доктор маккернес звали этого ученого нашел этого врача который написал книжку первую которая предшествовала книге доктора откинса он нашел его книгу случайно семьдесят втором году или в семидесятом году в киоске ему было 45 лет он очень поправился он ее прочитал воспользовалась это его рекомендацией резко похудел 40 лет это несложно и он стал этот все пропагандировать и он присвоил себе как бы сказал что-то его заслуга попал написал статью для журнала который назывался космополитен сша это журнал для женщин был есть потом его стали признать на радио на телевидении потом он еще раз крутился потом написал свою книгу докатки сдают там она прошла через четыре издания я прочитал все 464 разные она баттой той же диете принцип один но принципе тексты совершенно разные и первую значит первой книге написано доктора откинса один со автор во второй книге было на чьи доктора откинса 4 соавтора третья книга доктора откинса 10 соавторов последней книги был доктор откинса 20 лет 30 автор то есть это был коллективный процесс под подписывалась все это под его доктрину и он дал начало вот этому психозу потом когда он умер какое-то время об этом подзабыли была такая диета south beach и потом после это тоже врач ее создал она была более более щадящие потом здесь в моду вошла так называемая средиземноморская диета которая вроде это значит и когда спрашиваешь у врачей что такое зеленого не это такая диета как я в греции но когда спрашиваешь какая-то диета итальянская не не это как греции если вы откроете сайт международной организации здоровья и посмотрите в какой стране в мире самая высокая степень ожирения еще выше чем сша греции значит и вот потом эту диету раскручивали и потом вдруг появилась палео диета поля попали а периода когда не было растительной пищи когда не было сахара ничего этого не было до агрокультуры как они говорят то агрокультуры абсолютно верно но это была своя вариация на доктор адкинса без его имени я хочу вам задать вопрос в поле период были плиты не не готовили были холодильники не хранили был газ дома были электрические плитки нет были магазины тем более они ели один раз в день два раза они не могли есть четыре раза в день не было где хранить пищу не было в ее приготовить было очень сложно они пили в воду из ручья шли охотились убивали там в политологический период на территории европы жила может быть два миллиона людей и было 200 миллиардов животных там иди хватай руками не хочу это все равно что ловить рыбу на ферме разводят рыбу руки опустил воду и вытащил две рыбы сразу так было в этот период они ловили этого зверька приносили его к себе туда в пещеру рядом с пещерой они в яме разводили там были угли они на на эти угли заворачивали в листья этого зверька он там томился 10 12 часов и они его потом понимали оттуда и ели понятно у них не было салатов не было тарелок у них не было вилок они вот ели с костра и из из ямы один раз день максимум 2 но я даже не представляю как это можно было по-другому это было поле диета какая поле диета сегодня начинаешь утро с большой миски с салатом в этом салате кусочки курицы потом 12 часов дня ты съедаешь большой сэндвич с сыром с мясом там еще чем-то потом в четыре часа ты идешь магазин и покупаешь батончик из белковый потом 8 вечера ты ешь обед в котором в основном только одно мясо извините поле человек мог так питаться ни в коем случае как это можно назвать полю это это фикция и кто эти книжки пишут эти книжки пишут в основном молодые ребята которым там и девушки там 25 30 40 лет у них еще прекрасно физическое здоровье я сам до 40 лет мог так питаться ноль проблем и вот вы на эту диету попадают люди которым 50 60 45 беременные женщины или люди с проблемами как и правило диеты садятся люди с проблемами и их организм не справляется с таким объемом пищи тем более сути на белковой желудок не рассчитан на переваривание белковой пищи с 7 утра до 2 часов ночи потому что на каждый цикл белковой пищи приходится переваривать 68 часов и вот вы взяли 8 утра съели до это белковый салат полный да он будет вариться 6 часов с 8 утра 6 часов 8 плюс 6 это 14 до 2 часа дня два часа дня вы поели опять у вас начинается опять полный цикл пищеварения еще 68 часов это добра переварилась до 14 6 это 20 это 8 вечера только закончилась 8 вечера вы съели еще раз еще больше набираю пищу и начинается полный процесс переваривания пищи который будет длиться 8 часов 20 часов добавить 8 это 28 значит это 24 это 4 утра у вас закончится переваривание в абсолютно здоровом организме ваш организм переваривает пищу с 8 утра до 4 утра следующего дня а организм человека рассчитан только на один цикл переваривания потому что потом слизистая желудка после 6 8 часов переваривания белковой пищи нужно восстанавливаться регенерироваться и поэтому у людей моментально начинаются гастриты и сжоги язвы отравления гастроэнтероколиты все эти прочие состояния за исключением опять же безунчиков которым повезло у них желудок как из стали они могут съесть что угодно там водяру гнать дурь курить и так далее слива и стечение обстоятельств в одной семье бывает близнецы один близнец абсолютная пышка здоровье идеальная другой близнец от 1 яйцевые близнецы у него масса проблем от чего угодно он смотрит на бублик у него начинается рвота это не это не генетика это счастливое ощущение обстоятельств ребенку повезло поэтому генетики это не имеет никакого отношения генетики генетические проблемы их можно сегодня при помощи расшифровки днк идентифицировать и когда их инвестируют оказывается что в общем кругом бегом если взять все вместе взятые проблемы генетически они только охватывают один процент людей а проблем-то намного больше здоровьем чем один процент они все от образа жизни они абсолютно верно стиля питания образа жизни воспитания качество диеты уровня стресса экологии ну и невезение это вот вот поэтому вот это вот что такое палео диета ну и кита диета это продолжение того же палео только уже как бы с другим основанием но к сожалению проблемы одни и те же проблемы одни и те же это это воспалительное заболевание всего желудочно-кишечного тракта а дальше а какая же альтернатива что вы делаете печали я ем только два раза в день то что сейчас называют и intermittent fasting да тоже чушь собачь наша голодовка на голодовка как можно там если сокращаешь прием пищи на на короткое время течение дня как же это можно назвать голоданием я не голодаю я не голодный сейчас у нас сколько у меня сейчас в нью-йорке час час сорок да я сегодня я встал 6 утра начал работать мы с вами два часа провели на на скайпе в обсуждении жизни до того поначали передачу я еще ничего не энергии мы с вами говорим без остановки два часа сорок минут мне 65 лет сегодня суббота я всю неделю я работаю 12-14 часов в сутки потому что мне у меня интересная работа у меня коллектив в индии у нас разница во времени 10 часов поэтому приходится начинать работу рано утром и и работа с ними поздно вечером вы найдете в моем возрасте человека который может и так вот сесть от балды сами два часа провести на интернете до этого я два часа сотрудникам в краснодаре разговаривал по интернету обсуждали проект после недели насыщенной работы сейчас мы с вами два с половиной часа без остановки его и мы закончим я пойду 15 минут передохну я опять буду полной энергии я чудил я вам верю я сам пропускаю завтрак частенько и завтрак вообще не ем поэтому я первый раз в 11 12 когда или появится время мы закончим передачу я съем и я всегда я в одну и ту же еду ложками риса отварного с масло сливочным маслом и почему я это делаю я могу принципе это не есть но когда я много разговариваю как сейчас процессе разговора я глотаю очень много слюны что нападает желудок она его раздражает слюна вызывает у желудка рефлекс голода поэтому мне чтобы этот рефлекс утром и поделать общаюсь много немножко поесть и этот рис меня продержит примерно до четырех пяти часов дня я выпью просто стакан другой воды и потом я им обычно обед обед очень маленький это обычно немножко или лапши или риса или картофеля или каких-то овощей с куском мяса натурального или куском рыбы натурального или из котлета или что-то в этом роде когда мы идем в ресторан никаких ограничений мы ходим в ресторан может быть раз в неделю правило обычно это японский выход на суши то есть этим сашими сырую рыбу там не переешь когда ли нас приглашают гости и мы вообще в практически мы избегаем ходить в гости по одной простой причине что там такой пережор у меня желудок стянулся я просто много уже пищи не могу съесть я и каждый раз если мы подаем ресторан я начинаю чтобы русский ресторан когда приходишь всем садишься за стол из 7 до 12 ешь и пьешь и танцуешь и все это дело с колоссальным удовольствием на следующие два дня я больной по понятным причинам просто никогда так и вот так вот мой обед очень маленький простой значит когда у меня алкогольный период я вы выпей бутылочку пива за полчаса до еды поднять себе аппетит потом я съедаю там за выпивающий стаканчик воды и и все вот собственно вся моя еда правда это еда к сожалению не очень мало витамина у меня диета она как бы очень маленькая связана с моим возрастом с моими бывшими проблемами с моим образом жизни с моими знаниями с нами интересами и единственное почему я могу на такой ограниченной ограничительной диете выжить потому что я принимаю добавки я принимаю витамин c b комплекс мультиминеральный комплекс там рыбий жир витамин b12 полевой кислотой витамин к витамин и вот это собственно мой прием и это я делаю уже на 20 лет и поэтому сейчас все наши кто нас слушает на мою страницу фейсбуке там есть фотография меня и моей жены на по 65 лет понятно если вы ко мне подаете близко и начнете меня рассматривать в упор то вы поймете что мне не 45 и 50 но когда люди меня не знают и они когда они там я я очень часто бывают ситуации когда попадаю в организации меня просто там права или какую-то правку там мой возраст написан это я смотрит отталкиваю то есть ну я знаю когда если вы меня не знаете и не видели и у меня еще в шапке вы не видите частично седых волос но мне 45 а по уровню там интеллекта энергии а сейчас же какая трагедия везде и в россии в америка алсхаймер дементия паркинсон нейрологические заболевания а по уровню то есть мой хронологический по уровню энергии призрать я в 65 лет организовал софт варную компанию которая там google нам в подметки не годится фейсбук на в подметки не годится работа делается в индии все это скал требует колоссального напряжения колоссального усилия 0 проблем благодаря чему вот благодаря такому стилю питания благодаря этим знаниям и конечно же благодаря добавкам без добавок я бы был давно уже на том свете и между прочим я добавки не продаю как господа это не реклама добавок если вы позвоните мне скажите константин можно вас купить добавки скажу категорически нет константин вы дадите мне консультацию категорически нет почему потому что все эти добавки есть любом магазине когда мы уезжали из советского союза Я работал в аптеке, там все были эти добавки. Было драже витамина В, был витамин С, у тех, у кого не хватало железа, как это называлось на Г? Гематоген. Гематоген абсолютно. Все было. И когда дома меня мама выскармливала печенью куриной, говяжью, которую я ненавидел, чтобы я ее съел, она ее в паштет переделывала, забивала ее яйцами и луками, чесноком. Все было, господа. Все можно было уже тогда в те годы. Мне подарили, когда мне было 18 лет, или 18, по-моему, мне было, мне подарили собаку спаниеля, породистого спаниеля, мамина сотрудница такой, чемпионских кровей. И женщина, которая мне подарила этого щенка, она мне дала две баночки витаминов. Я говорю, а что это за витамины? Она говорит, это кальциферол, витамин Д, а это витамин А. Ретинол. Как витамин А? Ретинол, а это ретинол, витамин А. Я говорю, что мне делать? Давай ему по капле каждый день. Я говорю, почему? Он говорит, это щенок, у него такое питание специфическое. Он же не питается молокоматери и всем этим прочим. Откуда ему это брать? И вырос у меня громадный спаниель, тоже стал чемпионом. Два года получил первый приз на выставке. Это 78-й год. И, кстати, если вы пойдете в магазин, почему? Купите корм для собак и для котов. На корме написана композиция этой еды. И там написано на корме белок, жир, сюда, добавки. И потом идет целый список витаминов и минералов. И то же самое, если вы пойдете купить формулу для ребенка. Почему? Потому что контролирующие органы, у нас это FDA, как в России это называется, чем что, Анищенко руководил. Роспотребнадзор какой-нибудь. Роспотребнадзор, абсолютно верно. Роспотребнадзор. Потому что они это регулируют, потому что они знают, что если в формуле для грудничка не будет этих добавок, он умрет или она умрет. А стране нужны дети. Если в еде для собак или котов не будет этих добавок, они умрут. Поэтому они это делают в порядке. А большинство людей считает, а нахрен оно мне нужно? Я вот там буду есть свежие яблоки, виноград и все, и мне всего этого хватит. Не, ребята, из супермаркета ни в яблоках, ни в виноградах, ничего этого нет. Но опять же, это не пропаганда добавок. Еще раз, я их не продаю. Я всех... Я просто вам объясняю, почему мне в моем возрасте удается быть в хорошей форме. Просто потому, что я понял вот эту вот наколку, что я уже не живу в условиях там политических условий или других. Есть исключения, есть зоны долголетия. Они очень известны. Это Сардиния в Италии, это Окинава в Японии, это Ла-Малинда в Калифорнии и это в Коста-Рике есть такая зона, где тоже там живут долгожители. В России был миф, что на Кавказе живут очень долго люди. На Кавказе люди долго не живут. Наверняка у вас есть друзья армяне, грузины, где еще горные регионы, частично Азербайджан. Живут только одни люди, только пастухи долго. Почему? Потому что они живут вдали от цивилизации. У них единственная возможность питаться, они в горах, постоянно на солнце, они пьют горную воду, и их основной пищей является молоко этих животных, которые они пасут. И когда им нужно мясо, они там забивают ягненка или теленка, ну ягненка, там короб нет, или козленка, и вот они едят это мясо. И они находятся в горах, выпас идет в течение там 10 месяцев. Это единственная их пища. И вот эти люди живут до 100-100-100-1005 лет. Вот это единственная зона известная. Почему они там так долго живут? Какие общие характеристики этих регионов? Это островные регионы, Коста-Рика у воды, Сардиния у воды, Окинава у воды. Там круглый год почти солнце, это экваториальный район. Там они питают, Окинава, мне все говорят, Окинава, они говорят, Окинава, потому что они там едят рыбы. Ну-ну, Окинава называют Pork Capital of Japan. Свиная столица Японии. Там самая большая еда, в Сардинии то же самое, какая там большая, самая большая кабанчики дикие. И там вода идет с артезианских колодцев. И они близко к воде, и поэтому они едят много морепродуктов круглый год. Рыбы морепродуктов. И там нет сельского хозяйства, потому что в горных условиях невозможно иметь эффективное сельское хозяйство. Там очень крепкие семьи, там живут очень религиозные люди, там нет индустрии, там нет производства, там чистая экология. И вот в этих условиях даже современный человек с интернетом и со всеми остальными делами может жить, в принципе, до 80, 90, 100, 110 без особых проблем. В прекрасной форме. Не так важно, как вы долго живете, важно качество вашей жизни. И если бы я жил в таких условиях, вода из артезианского колодца, круглый год свежие морепродукты, круглый год солнце, у меня рядом под моим домом мой небольшой огород, где я себе выращиваю там свежий базилик, свежие специи, там свежий лук, свежий чеснок, и питаюсь кабанчиками, которые я ловлю в лесу, я бы тоже жил до 100 лет и мне бы не нужно было никакие добавки, потому что я бы все мои минералы получал из питьевой воды. Мой витамин D из солнца, мой витамин E из свежих продуктов, которые я бы выращивал в своем огороде и ел с грядки, и все мои белки были с рыбы из этих кабанчиков, которые питаются, которые в чистой воде, я бы дышал чистым воздухом. У меня бы из-за такого образа жизни не было стресса, связанного с того стресса, который у людей в городе, которые живут, выхлопные газы, трафик, куча сумасшедших вокруг нас. Да, стресс постоянный. Вот. Вот это, ребята, разница. Поэтому, если вы сегодня хотите долго прожить, вам нужна нормальная сбалансированная диета, с возрастом она должна уменьшаться, в какой-то момент дефицит в диете, добавок, должен компенсироваться этим. Даже всем хочу напомнить, что в Советском Союзе дольше всего жили партийные работники, они были здоровее всех, партийно-хозяйственные работники, потому что они каждый год уезжали два раза в отпуск в Кисловодск, в Моршин, в Трусковец, в Минеральные воды, и они там хлюпали эти воды месяцами, и они отдыхали в прекрасных санаториях, по месяцу там давали путевки, их там прекрасно кормили, они гуляли, они были на свежем воздухе, и несмотря на то, что они все бухали, как сумасшедшие, курили все, все равно долго жили. Таких условий сегодня практически уже ни у кого нет. Если у вас есть, дай Бог вам здоровья, вам не нужен ни этот подкаст, ни мои книги, ни консультация Никиты, но если у вас всего этого нет, то, пожалуйста, прислушайтесь. Добавить больше нечего, это была замечательная пламенная речь, я под каждым словом готов подписаться. Никита, я хочу еще сказать, посередине еще одну вещь. Ребята, я 20 лет работаю на радио, каждый день, по 2-3 часа, вернее, каждую неделю по 2-3 часа. У меня очень многие из этих тем проговорены, то есть, если бы я просто вот так с бухты-барахты Никита бы ко мне обратился, Константин, я прочитал ваши книги, давайте сделаем такую, это невозможно. Люди, которые занимаются той работой, которой занимаюсь я, люди, которые занимаются этим на протяжении очень длительного периода и работают над этим интенсивно, работают с публикой, у них эти темы наговорены, они у меня тоже наговорены. Понятно, это каждый раз абсолютно импровизация, я не читаю ничего с листа, но эти материалы в какой-то в той или иной мере обсуждали, и поэтому то, что мы с вами сделали передачу, большое вам спасибо, я вам очень обязательна, потому что мы еще раз проговорили эти темы, которые я не всегда говорю. Кстати, это очень важно, вы знаете, как это есть такое понятие, карма, ты ко мне хорошо, я тебе по-человечески, поэтому, когда мы делаем эту работу, карма нам отплатит тем же, и поэтому, и мне абсолютно не жалко время, если я могу поделиться своим опытом, своим опытом и спасти жизнь одному ребенку или одной матери или одному отцу, как будто бы то ни было, или изменить там судьбу одного молодого врача, я это делаю с радостью. Но единственное, что я, ребята, вы не думаете, что я такой патриот, если вы меня начнете посылать e-mail и звоните, говорит, Константин, помогите, к сожалению, я не могу это делать индивидуально, по причинам, я уже объяснял, легального характера, в США запрещается заниматься лечением пациентов без властью за врача, второе, работа с пациентами, она очень специфическая, она требует колоссального количества времени, готовых рецептов у меня нет, магического, там, как там, волшебной палочки у меня нет, даже когда у меня возникают проблемы, я с большим трудом в них разбираюсь, потому что себя самого очень трудно анализировать, когда надо, позвонить и скажете, у меня колит, у меня то, у меня сё, я не знаю, как вам помочь, потому что, чтобы это сделать, надо иметь опыт, надо иметь с вами связь, надо изучить вашу всю жизнь, диету, стиль питания, образ, иногда очень часто в таких ситуациях необходимы лекарства, поэтому, к сожалению, я вот, даже за деньги, сколько мне не предлагали, мне предлагали очень много денег за консультации, предлагали очень известные люди, и я всегда объясняю, что извините, я медицинский писатель, я пишу книги, я делаю радиопередачи, я делаю там видео для ютуба, но это, у меня очень большой объем знаний, возможно, я знаю в очень многих областях, в некоторых, не многих, в некоторых областях медицины, больше, чем врачи, но это вовсе не делает меня врачом, лечение пациентов, и обучение там, врачей или пациентов, это две разные совершенно вещи, и мало того, всё, что я знаю, написано на доступном вам языке, даже мой английский сайт, если вы даже вообще не знаете английского языка, Google переводчик, он настолько хорошо делает переводы, что при малейшем, если вам выходить немножко напрягу, можно читать абсолютно без проблем, вот, поэтому вся информация есть, я поэтому, я ещё раз, почему я об этом говорю, потому что очень многие люди думают, что я вот такой сподвижник, я готов там, разбиться головой о стенку, и всем помогать, я бы был рад, и моя форма помощи заключается в том, что то, что я знаю, я записываю, и эта вся информация бесплатная, даже все мои книги на русском языке тоже есть на Рунете, просто напишите, Константин Монастырский, функциональное питание, вы найдёте эти PDF, и там всё это можно почитать, врачи, когда они читают, они говорят, я помню, я помню, я приехал лекцию читать в Чикаго однажды, и там был большой зал, собрался, кстати, это было после первой передачи, которая сделала в Чикаго по радио, там какая-то была целая сенсация, я приехал, собрали зал, 500 человек платные, пришли масса людей, и вот потом стали задавать вопросы, какая-то женщина встаёт, она говорит, я врач, всё, что вы сказали, меня дико раздражает, и вы меня раздражаете, но я не могу найти ни одного негативного аргумента, потому что вы, я говорю, я говорю, доктор, большое спасибо за вашу честность, я вас понимаю, просто ваше знание, и вы порядочный, глубокий человек, но вы полагаетесь на знания, которым вас учили, и врачей не учат становиться учёными, или риториками, или там сократами, врачей учат лечить, и поэтому вы делаете благородную работу, а моя работа просто отличается тем, что я не могу сделать то, что вы, никак у меня нет этих ваших навыков, но по крайней мере, я могу разобраться в некоторых вещах, я стараюсь людям передать мой опыт, она говорит, большое спасибо, я понял, я буду использовать вот ваш опыт работы с моими пациентами, вот таких, конечно, врачей, как и вы, это меньшинство, ну и тоже по понятным причинам, потому что тяжёлая профессия, то есть когда ты весь день отработал в больнице, 12 часов и ты пришёл домой, тебе только не до монастырска. Да уж, это точно. Вот. Тогда я вам желаю доброй ночи, хорошего дня, большое спасибо за ваше время, за ваши тёплые слова о моей работе, за ваш интерес, и за ту благородную работу, которую вы делаете для ваших слушателей, и ваших фоловеров, как говорят о нас. Большое вам спасибо, до встречи. Да, спасибо вам, Константин, до свидания. Дамы и господа, мы с Константином Монастырским благодарим вас за прослушивание нашего подкаста. Если у вас возникли вопросы, то, пожалуйста, посмотрите уже выложенные выпуски с ответами на вопросы, и, пожалуйста, почитайте комментарии к этим выпускам, там вы найдёте также очень много полезной информации. Большое вам спасибо ещё раз, и до скорых встреч.